Культуризм давно уже модный вид спорта и совсем не предполагает агрессии. Мышцы здесь лишь для красоты. Поигрывают бицепсами сегодня даже женщины. Да так, что фору дадут любому мужчине. В этом убедился и наш корреспондент Роман Никифоров. Бывает, знаете, идешь с тренировки, особенно после тяжелой тренировки ног. Идешь, ты вроде устал, а у тебя бабочки внутри. У тебя столько планов на жизни. Ты понимаешь, что ты в этой жизни все можешь. Всего лишь позанимался сейчас в зале. Ну, как это не любить? Чемпионка России по бодибилдингу Наталья Батова с джейезом тренируется вот уже 20 лет. На следующей неделе отпразднует 40-летие. Уже не выступает, но в зал ходит все равно 5 дней в неделю. В своем увлечении видит только плюсы. Энергия, сила, впечатляющая фигура. Сейчас я, кстати, увидела трусы. Называются они бразильская попа. У меня нет сейчас никаких трусов под комбезом. Не думайте, что как бы, да? Бразильская попа. Я всегда думаю, интересно. Вот заклеила женщина мужчину, да? Он, значит, к ней идет. Он весь, значит, в эйфории. У него такая жопа шикарная. И тут она снимает эти трусы. И она что думает? После этого он как бы задержится. Женский бодибилдинг – это вам не гламурный фитнес. Никаких излишност, только настоящая тяжелая работа. Я вешаю 95 килограммов, но для Натальи такой вес только разминка. Она может выжать ногами 400 килограммов. Это 4 меня. Впрочем, даже такими показателями сегодня в мире никого не удивишь. Мышечные объемы в женском культуризме постоянно растут. Год к лету готовится восходящая российская звезда Наталья Кузнецова в девичестве Трухина. Подбирает в магазине платье. Короткое. Благо, есть что показать. Умеет красивое, спортивное тело – это всегда приятно. Это как ездить на мощном автомобиле, наверное. Между Арнольдом Шварценеггером и Анжелиной Джоли 90 килограммов сухих мышц при росте метр шестьдесят восемь. Обхват руки – 46 сантиметров, ноги – 72. Между делом Наталья ставит мировые рекорды. Например, жмет от груди – сто шестьдесят пять килограммов. Вместо дамской сумочки с косметикой – рюкзак с таблетками и порошками. Но спортивные добавки – это еще не все. Наталья не скрывает, что принимает и препараты более сильные – стероиды. В любом профессиональном спорте без этого никак. Просто олимпийский вид спорта об этом, ну, страшно не говорить. Мужчину своей мечты девушка нашла через интернет. Владислав от пропорции супруги в восторге. Детей. Безусловно. Безусловно. Пока сейчас вот у нее вот этот вот постоянный подготовительный сезон практически, конечно, пока речи не идет. В обязательном порядке, конечно. Да, скоро время, думаю. Конечно. Однако врачи предупреждают – профессиональный бодибилдинг для женщины не самый полезный вид спорта. И прием препаратов лишь усугубляет ситуацию. Черты лица становятся более похожи на мужские. Появляется лишняя растительность на лице, на теле, грубый голос. Нарушение менструации тоже. То есть цикл может восстановиться, но дальше репродуктивная функция женщины действительно может пострадать. А еще возможные проблемы с сердцем, печенью или почками. Хотя у самих профессионалов отношение к допингу противоречивое. Вот когда начинают говорить о том, что допинг – время для здоровья. Причем это говорят люди, которые пьют и курят. Вы меня не соедините, конечно. Я на допинге просидела 15 лет. Причем безвылазно. Мне 40 лет. А вы знаете, у меня нет проблем со здоровьем. Я абсолютно точно могу это сказать. Гормональная система у девушек, она очень тонко настроена. Ее сбить очень легко. И поставить на те же рельсы обратно крайне тяжело. А вот одна из первых российских чемпионок Валентина Забияко в культуризме и вовсе разочаровалась. Начало было интригующим. Перешла в тренажерный зал к мужчинам. А тогда это были 90-е годы. Ржавое железо, потные мужчины, тусовка своего рода. Это было очень интересно. Но потом Валентина поняла, остальные мышцы – не главное женское достоинство. Большая мышечная масса, она очень отрицательно сказывается на женском счастье. На личной жизни. Потому что мужчины, несмотря на то, что говорят, о, круто, как ты классно выглядишь. Ну, нормальный мужчина, он не захочет быть мужем. Очка женщин. В итоге Забияко выбрала категорию боди-фитнес. Увлеклась сыроедением, начала сушиться. Вышла замуж и недавно родила ребенка. Впрочем, о закате эры женского культуризма говорить пока рано. Вот в Мурманске прошел открытый чемпионат России. Здесь много новых юных лиц, уверенных в правильности выбора. Ну, нравится ради дисциплина. Контроль, режим, майорный вопрос спортсмен-фанат с детства. Первые награды, первые поклонники. Дальше больше. Та же Наталья Кузнецова получает в день до тысячи сообщений от своих фанатов. И ради них она готова продолжать тренироваться и даже рисковать своим здоровьем. Роман Никифоров, Елена Воротилова, Даниил Гончаров, Михаил Артемов и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова